Всем привет! Вы на канале MyGadget. Сегодня поговорим о том, как легко без регистрации и смс навести порядок на голове и при этом сэкономить деньги. Только подумайте, каждый месяц мы отдаем в среднем 3000 рублей за услуги парикмахеров и барберов. Мы не научим вас парикмахерскому искусству, но расскажем, какую машинку выбрать, чтобы не только подстричь кончики и подровнять бороду, но и удалить лишние волосы с тела. Досмотрите это видео до конца и узнаете, как быстро окупить себе модели из нашей подборки. И не забудьте подписаться и поставить лайк видео. Так вы поможете продвижению канала, а значит больше людей узнают о том, как выбрать действительно качественную технику для дома. А теперь поговорим о критериях выбора. В топ мы включили 5 машинок для стрижки волос и разместили их по возрастанию цены. При выборе мы учитывали следующие параметры. Время работы от 30 минут без подзарядки. Многофункциональность, удобство и простоту использования. С критериями разобрались? Начнем! Пятое место. VGR V071. Цена на момент записи видео 720 рублей. Практически неубиваемая машинка, которая с легкостью заменит триммер, электробритву и шейвер. Она ровно подстригает секущиеся кончики, удаляет ненужную растительность и ровняет бороду. Удобная и практичная машинка как для девушек, так и для парней. VGR V071 самая легкая модель в рейтинге. Вес всего 119 грамм. Машинка ударопрочная и влагостойкая, удобно лежит в руке и не выскальзывает. У модели износостойкий и надежный роторный двигатель, который используют в профессиональных моделях. С ним машинка может работать долгая, время без перерыва, перегрева и лишнего шума. Есть три съемные насадки для стрижки волос разной длины, но для выравнивания кончиков лучше использовать машинку без насадки. Ножи у машинки из высокоуглеродистой стали. Долгое время остаются острыми и не дергают волосы во время работы. Модель заряжается через USB кабель с разъемом Type-C за полтора часа и работает около двух. Для удаления густых волос машинка расходует больше энергии и разряжается намного быстрее. Блока питания в комплекте нет, зато есть специальное масло. Если ход машинки станет слишком тугим, сможете смазать место крепления ножей. Также у машинки есть индикатор заряда и кольцо для подвешивания на крючок. Итог? Окупит себя за неделю. Плюсы и минусы модели. Плюсы. Компактная и легкая. Индикатор заряда. Подходит для окантовки бороды. Три насадки для разной длины. Износостойкие ножи. Минусы. Короткий шнур для подзарядки. Питание только от USB порта. Нет блока питания. Нет насадки для удаления волос из носа. Пожалуй, один из лучших вариантов с базовым набором функций. Машинка на ура справляется и с бородой, и с секущимися кончиками волос. Дальше по списку идет впечатляющий набор для стрижки со всеми возможными видами насадок. Четвертое место. Jimmy JM562. Цена на момент записи ролика 1600 рублей. Удобная многофункциональная машинка системы все в одном. Модель справляется с любой задачей. Сможете полностью сбрить волосы, подровнять бороду и усы, убрать секущиеся кончики. Ударить волосы в носу и ушах, сделать фигурную окантовку или выбрать узоры на висках. Jimmy JM562 можно мыть под водой, а на корпусе есть резиновые вставки, чтобы машинка не выскользнула из рук. Модель подходит даже для стрижки детей. Она не рвет волосы. Ножи, как и у предыдущей модели, из нержавеющей стали, но с лазерной заточкой. Работает машинка 40 минут, а заряжается до полного аккумулятора за 2 часа. USB шнур тоже очень короткий и блока питания в комплекте нет. Зато есть несколько гребней для удаления волос на голове, лице, теле, насадка для носа и ушей, а также одна универсальная насадка с выбором длины. Также в комплекте есть гребень для бритья щетины, но с жесткими волосками он справляется плохо. Для чистки насадок и ножей в комплекте есть специальная щетка, однако не все насадки можно разобрать для удобной чистки. Зато у модели продумана система хранения и все насадки аккуратно расположены на подставке. Итог, окупит себя за 2 недели. Плюсы и минусы модели. Плюсы. Много насадок. Подходит для удаления волос на всем теле. Прорезиненные вставки на корпусе. Удобная подставка для хранения. Минусы. Короткий шнур питания. Зарядка только через USB слот. Нет блока питания. Гребень для бритья плохо справляется с жесткой щетиной. Хороший вариант для домашнего использования за разумные деньги. Подходит как для стрижки, так и для фигурного бритья. Компактная и многофункциональная машинка как для девушек, так и для парней. А мы переходим к машинке от популярного китайского бренда. Третье место. Xiaomi Mijia Hair Clipper. Цена на момент записи видео 2350 рублей. Качественная и надежная машинка в прорезиненном корпусе, которая не только стрижет, но и делает окантовку, филировку и даже бреет. Добротная машинка для стрижки и бритья от Xiaomi стрижет даже жесткие и густые волосы. У модели два керамических ножа с титановым покрытием. Даже после многократного использования машинка будет также отлично стричь, как и в первый день. Машинку можно использовать прямо в душе. Она защищена от влаги и коррозии, а внешние элементы не окисляются и не ржавеют. Xiaomi Mijia Hair Clipper работает до трех часов. Аккумулятор полностью заряжается через кабель с разъемом USB Type-C за 2,5. На корпусе машинки есть колесико. Удобно регулировать длину ножей. Это пригодится для выбривания полосок, создания плавных переходов или фигурного бритья бороды. В комплекте три насадки. Сможете получить эффект филировки, то есть проредить слишком густые волосы или подстричь их до желаемой длины. Также у модели есть специальный индикатор, который напомнит, когда пришло время смазать ножи. Масло есть в комплекте. И приятный бонус в наборе у Xiaomi Mijia Hair Clipper есть накидка Pignoir. Итог окупит себя за месяц. Плюсы и минусы модели. Плюсы. Долгое время работы, керамические ножи с титановым покрытием, защита от влаги, Pignoir в комплекте, индикатор смазки ножей. Минусы. Короткий шнур питания. Зарядка только через USB слот. Нет блока питания. Рейтинг надежности модели по данным сервисной службы DNS 99,6%. Только у двух человек из 100 возникают проблемы с работой машинки. Причины обращения в сервис у вас на экране. Надежная машинка для удаления ненужных волос и стрижки. Не занимает много места и работает долгое время. И не царапает кожу. Ссылка на Xiaomi Mijia Hair Clipper найдете в описании, а мы переходим к следующей модели. Второе место. Brown AC 5030. Цена на момент записи видео 5400 рублей. Модель предназначена только для стрижки волос и выравнивания бороды. Никаких дополнительных функций у нее нет. Машинка удобно лежит в руке и не скользит благодаря резиновым вставкам на корпусе. Лезвия очень быстрые, но безопасные. Производитель обещает неограниченный срок их службы и сверхточные контуры прически и бороды. Brown справляется даже с очень жесткими и густыми волосами. У модели всего две пластиковые насадки для регулировки длины волос во время стрижки, но диапазон довольно большой – от 3 мм до 35 мм. Без насадки машинка сбривает волосы почти полностью и не травмирует кожу. Есть функция Memory Safety Lock. Машинка запоминает последние используемые настройки длины волос. Не придется каждый раз настраивать длину вручную. У машинки Brown полностью влагонепроницаемый корпус. Ею можно пользоваться в душе или мыть под краном, а для очистки лезвия и насадок в комплекте есть специальная щеточка. Машинка долго заряжается, уйдет около 8 часов ожидания, а время непрерывной работы от аккумулятора всего 50 минут. Зато машинка может работать напрямую от сети. У модели есть световой индикатор уровня зарядки, и машинка автоматически подстраивается под напряжение в розетке. Полезная опция, особенно для тех, кто часто летает в командировке за границу. В комплекте есть кабель питания длиной около метра с вилкой для розетки, что очень удобно в отличие от предыдущих моделей в нашем обзоре. Итог – окупить себя за 2 месяца. Плюсы и минусы модели. Плюсы. Износостойкие лезвия, защита от влаги, регулировка напряжения в сети, индикатор оставшейся зарядки, кабель питания с вилкой, функция памяти настроек длины, работа от сети и аккумулятора. Минусы. Долгая подзарядка, мало насадок, цена. Рейтинг надежности модели по данным сервисной службы DNS – 98,73%. Только у двух человек из 100 возникают проблемы с работой машинки. Причины обращения в сервис – на экране. Удобная и компактная машинка. Ее можно брать в путешествия. Она не займет много места и не перегорит от перепадов напряжения сети в другой стране. Но стоит ли отдавать такие деньги за минимальный набор функций? Напишите об этом в комментарии. Ссылку на модель оставили в описании. Переходим к следующему месту. Первое место. Philips MG 5730 Series 5000. Цена на момент записи ролика – 5600 рублей. Универсальная модель формата 11 в 1 справляется с волосами на голове, лице и теле. Philips стрижет, бреет, подравнивает, удаляет ненужные волоски и придает четкие контуры. Не нужно покупать отдельно триммер для носа, машинку для волос и депилятор. Достаточно просто сменить насадку. У машинки двойные самозатачивающиеся лезвия из стали. Они не ржавеют и не требуют заточки даже после длительного использования. Модель не боится воды. Сможете пользоваться машинкой прямо в душе и мыть ее под краном. Philips MG 5730 не выскользнет из рук благодаря резиновым накладкам на корпусе. Подравнять волосы можно одной из семи насадок, которые идут в комплекте. Но диапазон длины волос небольшой – от 1 до 16 мм волос. Главный минус модели – долгая зарядка. Придется ждать 16 часов, а работает без перерыва она всего 80 минут. Зато если машинка разрядится, сможете продолжить стрижку, подключив устройство к сети. Но и существенный плюс у Philips тоже есть. Машинка не требует дополнительного обслуживания и вам не нужно смазывать лезвие маслом. Для хранения есть специальный мешочек. Сможете брать весь комплект в дорогу и не бояться, что насадки растеряются по всему чемодану. Итог – окупит себе за 2 месяца. Плюсы и минусы модели. Плюсы – много насадок, защита от влаги, самозатачивающееся лезвие, прорезиненный корпус. Не нужно смазывать лезвие, работает от сети и аккумулятора. Мешок для хранения. Минусы – высокая цена – 16 часов до полной зарядки. Рейтинг надежности модели по данным сервисной службы DNS – 98,65%. Причины обращения в сервис у вас на экране. Закрывает наш обзор настоящая рабочая лошадка и, пожалуй, лучший образец из нашей подборки. Мы по праву отдаем этой машинке первое место за качество и функциональность. Наш топ подошел к концу. Расскажите в комментариях, какая из моделей на ваш взгляд лучшая и почему. И, конечно, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить полезные обзоры и не потратить деньги впустую на новые гаджеты. Всем пока и до встречи на канале MyGadget.